Всем привет, с вами Игорь Линк, это новый выпуск репортажей со дна. Это значит, что я вновь просмотрел всё, что вы наприслали за прошедшую неделю и выбрал для вас самое интересное, на мой взгляд. Как выиграть дуэль Легионки, погибнув во время неё? Как убить Хускара при помощи его ульты, не используя Блейдмейл? Всё это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра! Ну а начнём мы сегодня с Хускара, который отправился на ганг во вражеский лес и нашёл там Феникса. Естественно, сразу же юзнул свою ульту, но перед этим на него успел повесить свою ульту Блотикер, Феникс успел дать Икарус, и в итоге Хускар просто сгорел под ультой БС, пролетев огромную петлю. А теперь обратите внимание на следующий факт, и Хускар рифмуется с Икар. В названии первой обилки Феникса присутствует слово Икар. Икар в одном из древнегреческих мифов создал себе крылья из воска, взлетел на них высоко в небо, потом крылья расплавились из-за солнечного тепла, он упал на землю и разбился насмерть. Хускар только что тоже очень долго летал, причём летал за Фениксом, который тоже является звездой, как и солнце. Является ли это просто совпадением, или же это плоды масонского заговора? Решать только вам. И пока масоны ещё не добрались до меня, давайте посмотрим второй момент. Здесь у нас Мартра, которая кидается на Вич-Доктора, и я думаю, что никаких шансов у него уйти нету, но когда она убивает Вич-Доктора, ей ещё и килл Винги засчитывается. В принципе, уже можно было понять, как это произошло, но для тех, кто всё-таки не понял, давайте посмотрим всё ещё раз немного другого ракурса. Вот у нас Мартра, слева снизу гонится за Вич-Доктором, даёт последний удар, от этого последнего удара прокается молния, и через лесных крипов она доходит до Винги. При том, что Мартра их всех даже не видела. Ну а здесь у нас Виномансер убегает от Некра и Пуджа, и если вы думаете, что Некра просто добьёт ядом Виномансера, то вы ошибаетесь, это слишком просто. Тем временем Виномансер успешно спасся, его преследует одна лишь катапульта, да и та уже отправилась назад, казалось бы, он в полной безопасности, но тут внезапно он умирает. По анимации было видно, что он умер от Красного Некрача, но, как я уже и говорил, сам Красный Некрач сдох вовсе не от яда Виномансера. Многие, играя за Виномансера, ставят огромную кучу вардов, за которыми они потом не следят. И в этой ситуации ты сыграла с Виномансером злую шутку, так как вард начал автоатачить всех, кто проходит мимо. Чем и воспользовался инвокер, заметив, что Виномансер достаточно далеко находится от своего варда и навряд ли следит за ним. И вард действительно добил Некрача, а заодно и своего хозяина Виномансера. Так что всегда следите за своими вардами. Ну а здесь у нас такой полуфейл, полуфишечка. У Рейс Кинга есть аганим, его избивает легионка, его пытается избивать Слардар. В итоге у них это получается, они его избивают, но легионка в самый последний момент решает кинуть дуэль. Но это оказывается очень плохой идеей, как раз таки из-за наличия аганима у Рейс Кинга. Ибо этого духа от аганима невозможно убить. И давайте сразу же посмотрим вместо повтора еще один похожий момент. Если в прошлом эпизоде легионка кинула дуэль уже духу Рейс Кинга, то есть после того, как Рейс Кинг умер, то здесь легионка кинула дуэль Найт Сталкеру, который еще в общем-то был жив. Во время дуэля она его убила, но так как рядом был Рейс Кинг, то вместо того, чтобы умереть, он переродился в духа и убил ее и выиграл дуэль. Так что играя за Лего, бойтесь ВК с аганимом. Ну и давайте для разнообразия ненадолго перенесемся в абилити драфт. Здесь у нас есть Бруда, у которой есть колба алхима, она ее заряжает, кидает в Тинкера, который спешит на помощь к своему тиммейту. Тинкер блинкается и вместо помощи приносит своему тиммейту фатальную колбу. Думаю, за это Вивер Тинкеру спасибо не скажет. Думаю, несколько эпичнее все это выглядит, если смотреть все это время за Вивером, который не видел, что Бруда кастовала колбу, что она кидала ее в Тинкера, который спешит к Виверу на помощь, и потому для него эта смерть, наверное, стала очень внезапной. Более того, и сам Тинкер еще следом отдался. Зато Тинкер теперь точно запомнит, что от колбы алхимика в скобочках бруды невозможно увернуться блинком. Блин, на самом деле ненавижу тех, кто говорит «скобитьках». Прям сам себя теперь ненавижу. Ну и напоследок небольшая история о Личе, о говнюке Омнике и о том, почему не стоит выпендриваться в чате. Сейчас вы видите довольно-таки обыденную ситуацию, куча чайников на Энжетах, Омник с Блэйдмейлом, и в итоге Лич отправляется в таверну. Почувствовав силу, Омник со словами «не хочешь ли в таверну», адресованными Личу, в полной уверенности отправляется на Энжетах в очередной раз. Однако что-то пошло не так, и Омник отправляется в таверну, а Лич остается в живых. Решив, что он просто недостаточно надамажил Лича, Омник вновь отправляется на Энжетах, и все повторяется в точности так, как это было в прошлый раз. Что выглядит особенно нелепо после слов «не хочешь ли в таверну», адресованных Личу. А дело все в том, что Лич попросту купил себе Иула и поднимал себя в них каждый раз, когда замечал, что Омник в очередной раз отправился на Энжетах с Блэйдмейлом. Ну а теперь можно и Омника в чате опустить. Знаете, прям на душе как-то хорошо стало, как будто справедливость какая-то восторжествовала. Ну и на этом на сегодня все, надеюсь вам понравился сегодняшний выпуск. Ставьте лайки на Ютубе, подписывайтесь на канал, а также присылайте свои моменты, почта прямо сейчас на экране. И как обычно, авторам моментов, которые попали в выпуск, мы выплачиваем по 228 рублей. Ну и на этом я с вами прощаюсь, с вами был Игорь Линк, до встречи на дне ровно через неделю. Всем пока!